Добрый вечер дорогие друзья в прямом эфире снова после короткого перерыва на празднике gamebox.ru и сегодня мы показываем дополнение к пошаговой стратегии меч и магия герои 6 как она называется на русском или mighty magic heroes под названием shakes of darkness оно же грани тьмы в студии сегодня александр трифонов и мой вечный напарник на таких трансляциях артемка малятов да всем привет к сожалению да не все у нас еще после праздников вернулись товарищи посылаем им лучи добра и играем нас там спрашивали почему мы только сегодня решили мне показать это дополнение в дело в том что она вышла формально 2 мая еще но запуск игры как это обычно бывают компании ubisoft сопровождался очень серьезными техническими проблемами и первые несколько дней в люди вообще не могли даже активировать стимовские ключи свои и поиграть так сейчас мы выбираем бонус колокол 2 ну давай ты не в курсе когда эта проблема была более-менее решена вот я честно говоря за этим не особенно следил потому что на праздник хватало других дел да само собой сейчас мы смотрим заставку не знаю видно ли ее вам да надеюсь что видно то сколько пропустить это в худших традициях худших игр нельзя вот на сегодня очень много до теплых слов сказал по поводу систему юплей который использует компании ubisoft причем это даже не относилась к техническим проблемам потому что мы-то играем уже 10 дней спустя когда вроде как выпустил там патчет 2 и 1 и вроде как все работы но для меня стало шоком например я и плаем почти не пользуюсь то что нельзя имея ключ взять и скачать игру то есть нужно сначала я в итоге нашел торрент вот причем официально от буки выкачал клиент да так что не подумайте что навел торренты какие-то нитей использовать так не это что я помню с такое было по far cry 3 нам давали когда писи версию не на чп р-менеджер буки присылают ключ крипт ну типа на рутрекере возьмите клиента ключик вы просто там активируйте когда нужно будет вводить типа успехов сейчас вот примерно то же самое случилось у нас какие-то скелеты мелькают 21 век какие технологии рутрекер помогает макабр какой-то происходит на экране да и вот пришлось его качать и активировать ключ я не буду просто каменный век до исторический как будто я с диска до сих пор вообще игру должен устанавливать полный идиотизм система очень неудобная что-либо в ней понять что куда нажать чтобы что-то сделать элементарное в общем почте плохо не знаю зачем вообще-то юбисофт затеяла зачем она вообще продолжает делать после фиаско settlers 7 вот что мне наш в связи с выходом 7 сети там и соседа истерика поднявшись на что-то очень интересно было наблюдать потому что ровно то же самое было когда юбисофт только начал эти заигрывания с онлайном собственный сервис и и да вы и вышли сетер 7 которые тупо не работали просто не работам первую там неделю никто не мог на сервера попасть сервера упали ничего все было плохо было страшно скандал куча там гневных статей в западной прессе и так далее тому подобное в итоге что юбисофт значит извинился выпустили специальный патч для оффлайн режима все успокоились вот спустя там год значит два я уже не помню где оба 3 повторяется история потом sim city но вот почему-то activision electronic arts никто не настолько как бы не застращала что мы они извинялись и выпускали оффлайн патчи а вот юбисофт пришлось в свое время но сейчас судя по всему я вообще не понимаю что здесь происходит это просто плохие давай драма драмой пропустим сегодня на самом деле будет сказано очень много я чувствую так слов в адрес и play и ubisoft вот вы в общем пользу дорогие смотри с герою нас уже пятого уровня между прочим все же по него даже есть армия ну что же давай качнем что так значит сразу прокачиваешь у тебя смысле а точные очки умения вижу вижу так вот 20 процентов больше опыта это не надо логистика кража да дорогие пользователи мы сегодня в общем будем половину трансляции вспоминать старых героев потом травы половину трансляции будем ругать юплей юбисофт но на всем этом нас как бы на все время трансляции нас не хватит так что пожалуйста задавайте вопросы как чем интереснее тем лучше потому что мы с удовольствием будем героя мы прокачали и идем в пирог ты как он носится то ничего себе такая сумею победить атаковать и сразу в бой да мы начали если что компанию за темных эльфов если вы не поняли поскольку именно это главное ношество на дополнение компания за темных эльфов и появившаяся раса темных эльфов собственно они довольно таки сильно похожи на как он назывался дан же он темница из третьих третьих нет но хотя нет на третье кстати тоже похоже но и на пятых тоже много брали от третьих вот и собственно новая фракция она также походит на своих предшественников очень быстро увеличится наше существо дорого слушай вот так вот для тех кто не особо так знаком с серии героев ведь каждый раз в этой серии есть какие-нибудь ну свои своего такая фишечка расовая примеру демонов в пятой части был способ была способность призвать просто через несколько ходов там новые войска у нежести воскрешение там из трупов противников пополнения своей армии вот чем так примечательные войска темных эльфов ну как тебе кажется ну смотри они довольно таки быстрые ну смотри такая раса рассчитана на тактику и такой hit and run то есть у них очень много стрелковых существ там отравляющих врагов вот вот есть вот лазучки которые в стелсе могут подошлись и подкрадываются и усиленный удар наносят нам и так далее то есть напал на арбалетчик очень зря сделал она у меня есть мои стрелки так что я сейчас расстреливать гадов вот такая очень мобильная армия полагающийся на всякие спецспособности в принципе мы уже сделали если вы помните трансляцию по пресс-версии тогда делились своими наблюдениями не раз новая понравилась она достаточно такая своеобразная самобытная бы даже сказал если вам всегда нравилось играть за подземелья третий в пятой части а может быть даже второй на второй части тоже уже эта фракция была одна из что-то опять мрачные до горят рамы драмы и везде вот да я пока не хочу сдаваться сюжет потому что сюжет шестой части для меня честно говоря хотя я в не играл темный лес какие-то люди с мрачными лицами что-то рассказывают я помню только вот эти вот отборные подожди как незначительно давай там целая семья короче с русскими именами там типа кирилл светлана и так далее которые которые между собой там что-то все разбирались друг друга ненавидели в разных местах игрового мира там что-то делали но поскольку все это подавалось в таких чудовищных текстовых окошках как участвует наблюдали тоже говорящие головы до вникать этого не было вообще никакой никакого желания 5 части хотя бы на заставке были трехмерная да 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 вот это ну более-менее так радовало но это еще со времен disciples когда тебе просто между ходами дают какие-то говорящие головы тогда это не вот например было очень интересно смотреть за историю во второй части за истории утра вот ну не знаю вот это вот было прикольно а сейчас что-то как оставить их ну вот видишь уже убегают от нас лесные выводы 15 штук мы их оставляем ты получишь что-нибудь за то что их опускает а конечно это еще вот и сам в пятой части вы вели так ну что же пока что мы даже не имеем собственного замка наш герой тут зачем-то бегает а ага смотри ух ты какая штука любопытно а алтарь алтарь нет короче нужно нам до него добраться выставщики нас получили мы квест так что на этих парней будем мне не раз что он пишет низко вот незначительно мне больше нравится идут а в какую сторону идти а вот туда смотри наверх это уже придем наверно к алтарю давай вот на этих нападем дурачу давай но здесь я думаю да будет сначала сообразно сайт квест делать там уж а ты кувать а вот там за там гарнизон какой-то на сейчас сейчас разберемся так что такое вот дополнение его уже несколько раз переносили самое интересное только сейчас это оно наконец вышло но это с огромными огромными проблем я честно говоря не понимаю с чем это связано то есть что то ли в бибисофт учетом случилось серверами то ли еще что но обычно дополнение для стратегии которые вышли уже довольно давно там уже все по обкатанной схеме по идее тогда какие проблемы могут я помните там игра тока выходила то есть это тоже непростительно на самом деле ни в коей мере но по крайней мере было бы понятно а тут вроде как аддон и на тебе напомню а сколько вообще аддонов к 6 части вышло на данный момент ну вот это уже насколько я помню 3 там были какие-то пираты и пронежить как это было дополнение так опять низко здесь кто эти ворота контролирует кто-то а я мы не могу а вишна я не могу через них пройти а то есть не все так просто попадет на пойдем попробуем на этих ногах нейтральные давай попробуем надо терять игра все равно осморяне даже не хотят с нами драться ну что же окей так а вот этот кто вообще китать кисел муки стружить и давай рискнем 5 штук 5 давай попробуем опорные существует видишь мари появилось много довольно таки нейтральных существ еще вот кстати вот ну в оригинале вот этого тоже не было вот сейчас баннер я не буду бонус до флажок который на в центре карты но они в рандомных местах находятся так сейчас так не хочет на на не хотят они умирать конечно уюю и мама пока чужого ассасина все-таки гады какие какие гады на вот так да пока мы тут продолжаем веселиться долить это куда фаталити нам показали ответить на удар нет я не хочу чтобы он отвечал на удар лучше пульнем издалека но это помогло убил убил сволочь на тебя когда что умрешь непотопляемый так победили ну и кое-кого потеряли пока не страшно я получил ачивку ей великий генерал саш это шахерить что сомневался что теперь нет все я беру свои слова все что я не знаю пригодится ли мне золото на самом деле на всякий случай собирают там нам открыли окрестности чего нам совершенно не нужно это кто кто это не элементарий земли вроде бы низко уровня а вот там вообще не пройдем по ходу вы смотрите здесь выход на поверхность вполне вероятно нужно по поверху пройти и зайти в ту калтарю ну что ж попробуем может там нам как-то комментируют что нибудь там делал спрашивает например если в игре драконы саш есть в игре если вы модели нашу трансляцию по пресс-версии то дракона здесь есть ну я думаю спрашивают если черные драконы черные драконы всегда были так сказать главным козырем за счет своего резиста к магии а вот ну как бы да да и что что они стреляют вау вот это чё здесь сказали просто далее довольно такие тут опасный очень не зря сделал походу так давай так вот черный дракон до всегда были козырем 1 эльфов изначально были конечно темные а просто подземелья ну вы поняли вот здесь они да тоже есть выглядит они очень необычная и круто я сомневаюсь что конечно компании мы успеем сегодня добраться но тем не менее вот они такими больше похожи на каких-то знаю сумрачных бабочек с очень красивыми крыльями крылья такие на них и звездное небо такое переливается очень очень красивых существа действительно так ну что же мы их все-таки победили взяли некий щит герой наш куда-то там склоняется то что нам придется их бить блин и я чуть не уверен что мы на угрозы средние ну а кого есть еще выход ты никак войска пока не можешь пополнить за вы так почему я не могу вообще взять а то есть у меня герой маг до этого ну что же будем каменная кожа а вот а вот надо кстати вот это использовать себе считаем ну что штуцкин тогда даже жутом а указатель ба 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 священная империя свои от сокола для почему нас около наша была по моему грифона перемене леса сокола ладно вот его так слушать нас нам тут еще говорит что мы прогнали стражником то стражников там гарнизоне может быть можно брать и если нас сейчас вынесут да там если чё автосейфе был перед боем или мы можем вернуться торопиться на мне ну да действительно что уж там блин у нас четыре комментарии 3 из которых пишет один человек спасибо степа успешная трансляция друзья мы и сами не особо рады прямо вам скажем но сегодня утром когда мы более-менее но на самом деле шо уж врать нет еще не пришли себя после праздника да вот мы с ужасом обнаружили что не знаем вообще что показывает что показывает что вас может заинтересовать игр игр очень мало очень мало метро самый главный релиз апреля выходит только в пятницу поэтому ее мы будем показывать уже на следующей неделе а так в общем-то очень тяжело придумать чтобы такое показать у нас сегодня но смысле эта неделя довольно насыщенная поэтому как-то двоих сразу ударил не вот что на две клетки делает или я даже не понял что сделал как или это сделал я почему-то ударил сразу двоих смотри сейчас вот они будут восстановить здоровье а они тоже давай ему так сделаем каменную кожу свиток или свиток да который был как раз я сейчас завязал посмотри у меня почему-то все начали бить сразу нескольких может быть они когда рядом делят урон вот это нет у меня вот это кидало это же двоих сразу я не понимаю что происходит ну это будет станется загадкой здесь великой тайны да мы бы сейчас с удовольствием конечно почитали способности юнитов и по ходу меня короче вынесу пронесут на самом деле это способность со стелсом не кроме самому очень сильно нравится возможно даже имеет смысл делать несколько отрядов у таких вот скаутов учет думаешь отступить и попробовать все это самое автосейва точно не было ну давай посмотрим сейчас другие эльфа ну по-моему это перед этим перед элементарем загружается упавший цветок на ветку не вернешься депрессивные стихия в духе до м а до тем как обычно изображают у меня кстати хочу сказать это одна из любимых раз всегда была то есть ну потому что еще во вторых героях это было просто нет артем пройти нельзя не с моментом то что мы да нам как раз здесь на что же что нужно пройти по кругу и собрать все кристаллы ты собираешь кристаллы собираем в общем надо читать задание саша да не так нас тут спрашивают будут ли еще аддоны сам как бы как думаешь ну знаете учитывая как долго делали вот этот то я в этом сомневаюсь сколько там лет прошло с релиза 6 уже два года она вышла в конце 2011 года поэтому я не думаю что тем более вы после такого чудесного запуска удивительно как вообще там эту студию не разогнали да кстати я венгерскую венгерская венгерской студии если кто не знает black hole entertainment она когда-то сделала неплохой достаточно клон warcraft 3 под названием армисов эксайга и еще тоже довольно таки посредственно стратегию вархаммер mark of house хотя мне она кстати нравился я помню наш какой-то момент ну и простите в какой-то момент после там всех всех патчей взял ее как бы установил вот решил посмотреть все-таки что же такое и прям залип прошел прям обе компании за за империю там за хаос очень сильно проперся то есть она понятно что не без недостатков причем таких серьезных но вообще если вы любите вархаммер если вам нравилось когда-то dark common и вообще такие тактические стратегии с прокачкой отрядов там со всеми делами обратите внимание вот для меня mark of cash он был ну как-то не знаю введением в фэнтезийный вархаммер я серьезно и после релиза down of war я думал что просто есть вархаммер 40 и фэнтезийного об существовании фэнтезийного и не подозревал и тут такая вот фэнтезийный вархаммер это ну да еще на тот момент я насколько помню что не вышел а она онлайн который нужен да он был по фэнтезий бета основан так вот игра неплохая но конечно далеко скажем так невеликая все существа а вот 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 я вот в эту штуку зашел из-за этого видимо там случилось она действует один ход давай сохранимся короче так вот ну и потом они сделали соответственно из шестых героев которые были ну прямо скажем очень неоднозначной игрой и остаются какое по твоему мнению было самое такое неудобное нововведение шестых героев которые ты например лично посчитал не совсем каноничным ходом мне очень не нравится ролевая система я уже об этом прошла трансляции говорил она очень запутанная неочевидная одинаковая для всех героев ну там кроме того что какие тебе ветки скилов доступны как не отличается вот вот с отвратительным некрасивым интерфейсом то есть все было хорошо же надо всегда было так что ты получаешь уровень тебе дают две красивых иконки да и ты выбираешь на выбор да ты читаешь и выбираешь да то есть там в пятой части там вообще довольно таки там дерево целый да ты должен прям планирую там даже не дерево если вы видите хранить там схему этих скилов да там циркуляр такое да спираль завиваешься там с короче сперками которые доступны становятся там при определенном значении скилов то есть там очень все сложно вот и это меняли стало хуже на мой взгляд реально стало сильно хуже я к этому так и не смог привыкнуть лично сервера год но и там вообще много всего они поменяли то есть вот эта фишка что нерабатывать города не да кстати переделка городов тоже никогда этого не было только это сделали только вот в любительском этом аддоне герои три с половиной которые там-то сделали но это 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 там это требовал очень большого геморроя там нужно было выучить специализацию герою с этим связанную там и так далее а ты их значит всех коцарь чтобы классическая тактика лучше чтобы было там три отряда по пять чем один по десять которую тебе моменту и бойцов убивает нас да то что можно телепортироваться в города то есть раньше для этого нужен был таун портал который тебе случайным образом там либо доставался на последнем уровне магической башни либо не да и который на турнирах на профессиональных вообще запрещали к использованию как кстати полет и dimension door по-русски назывался потому что эти ну дело было в том что в третьей части заклинания рандомно появлялись в башне вот и нельзя было предсказать у какого игрока появится теле на заклинание у какого нет дела как думаешь вот кто бы какая студия бы сделала бы идеальных седьмых героев значит проблема сейчас в том что пошаговой стратегии вот реально никому становятся не нужны я победил кстати в тяжелейшем сражении свет ох я отлично говорю когда посыпаюсь да и там шторы не плотно задвинут черным древьем что станете считаю что когда как жанр это уже никому не нужно вообще ну если посмотреть дальше происходит что пошаговой стратегии пошаговой стратегии то сейчас реально такой очень-очень низшего жанр который за который берутся какие-то вообще маленькие студии вот ну вот очень хороший пример эадор на владыке граней игра в которую я сейчас сыграл и собираюсь все никак не свернусь написать на рецензию хорошая стратегия действительно хорошая стратегия вот но реально она очень бюджетно сделано небольшой украинской студией или украинской вот его да то есть у него много классных идей как бы и так далее и тому подобное но кто не будет играть ну то есть да там на стиме кто-то наверное увидит ее даже купит но у нее нет ни бюджетов не продвижения ничего и все то есть последний на 1 большой производитель пошаговой стратегии высокобюджет да это фераксис которая сделала цивилизацию 5 который сделал она да и она он собственно смотрения но очень хорошо принято ну будем надеяться да что это повлияет на возрождение жанра все-таки он выйдет наконец-то из ниши двой стороны понимаешь наблюдается такая миграция на другие платформы да сейчас же на это на мобильный мы делали вот вы уже несколько на самом деле спешилов статей про 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 релизы для айос в этом году значимая так вы же я уже пустил они вот и там почти на самом деле почти все проекты до которые стоят внимание это реально какие-нибудь такие тактические ртом ролевые стратегии недавно вот еще джек итальянс анонсировали новый всем рекомендую кстати помогите дайте денег дайте 5 долларам разработчикам кстати они тем кто даст 5 долларов и больше кикстартер новый джек итальянс а подарят цифровые версии первой и второй части с обеими дополнениями вот имейте ввиду сделка века да пожалуйста вот миграция на планшет на те же там была студия которая делала сама по себе тактические игры full control называлась она сейчас она нам пишет со своими вот в итоге они сейчас делают игру по warhammer фэнтези кстати говоря warhammer quest а нет что я говорю нет они делают спейс сталк до warhammer quest делают родео геймс который сделали hunters ну тоже хорошая студия кстати очень это же кстати из бывших разработчиков традиционных ребята работали в британской к ду мастерс но потом поняли что колин макрэй ралли год за годом делать на мне очень прикольно хочет свое создали студию выпустили теперь делают по вархаммеру тактическую рулевую лучше лучше не придумать так что такой вот наблюдать своеобразная миграция а на pc реально осталась уже такая ниша одна от маленьких студий могут не считать если фераксис слушай говоря об xcom и возможно возрождение жанра как тебе тот же xcom кстати выходит на ипаде в этом году друзья что ты думаешь о бюро сегодня у нас как-то появился как хороший материал на эту тему эксклюзивный эксклюзивный давать их много раз говорите к себе нашего британского не поверите корреспондента минуточку так ночью убьем кого-то не буду рисковать суши ну мне как правоверному так сказать фанату xcom на самом деле это все не очень нравится то есть я ценю их пыл скажем так что они пытаются сделать ее более приближенной к как сказать чтобы она нет чтобы она оправдывала свое имя дошли в xcom чтобы получилось не как синдиката да 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 никому не нужны просто шутер вышел в итоге ура да дай себя ты видел сколько джин ачивок сразу мально конюшни даже все же был ее очень хорошо сравнили с Pierce effect на высоком уровне сложностью не знаю у меня у самого когда я смотрел ролике была именно такая же ну да да она похожа на mass effect похоже Вау! Это элементальный воздух? Да, элементальный воздух. Очень мерзкие твари. Как я только что выяснил на своей шкуре. Опытным путем. Да, на XCOM. Я еще видел сравнение с Valkyria Chronicles, но на самом деле нет. Там была игра все-таки действительно. Кстати говоря, я уже в одной из трансляций об этом рассказывал. Если вам понравился XCOM на консолях, если вы консольный игрок и только открыли для себя XCOM впервые и хочется чего-то похожего. И у вас есть PlayStation 3. Извиняю даже за сколько условий. Но обязательно купите Valkyria Chronicles. Тем более сейчас ее наверняка можно дешевую версию найти. Это гениальная совершенно игра с уникальной атмосферой и стилистикой. И очень сложная. Очень заставляет сильно думать. Достали уже. Они... То есть через всю карту цепляют молниями? Они молниями, да. Бьют и все сразу. Так вот. В Valkyria Chronicles. На самом деле нет. Еще сравнивают ее с... Если кто-то помнит, была такая серия игр. Full Spectrum Warrior. Тоже такой тактический шутер от третьего лица, где нужно было отрядом управлять. Ну, тот же Brothers in Arms. Ну, в общем, такой. То есть действительно делают тактический шутер, жанр, который на самом деле уже, в общем-то... Давно не пополняется. Сейчас серьезно, ведь нет... Плотно позабыт. Сейчас же нет. В общем-то, в этом же вот, в таком жанре ничего такого крупного и по-настоящему нормального. Мы очень сильно надеемся, что из бюро выйдет что-нибудь хорошее. Потому что, ну, блин, история про ФБРовцев, которые затирают факты об инопланетянах. Причем, что это еще будет привязано к основной вселенной XCOM, по-моему, видится хорошей идеей. Можно на этом сделать кучу. Так, ну что, на кого нападем первыми? Чего у тебя с армией? Почему она все еще не пополняется? Да прекрати, ну нет. Я только что взял этих самых разведчиков всего в армию. Отлично. Слушай, а цена... Вот, смотри, блин, опять арбалетчики. Я ненавижу арбалетчики. А там внизу какой-то склеп или что? Кузнец оружия. Яческой силе. Майт. Майт добавил. А, кстати, вот, кстати говоря, если начать говорить, что мне еще не нравится в шестой части, это вот это, вот ужас, вот это. Физическая сила, физическая защита, что, зачем? А, то есть они разделили на физическое. Блин, ну всю жизнь было четыре характеристики. Вот реально, нафига это менять? Ну, я, была атака, защита, spell power и knowledge, которые там количество мана определил. Все. Ну, зачем вот это вот придумывать? Зато ресурсы к 4, 4, 4, 5. Восемь параметров. Кошмар. Да, ресурсов зато сделали 4. Ну, ладно. Да. Черт с ним уже. Долго, долго можно это самое. Ругаться. О, девушка смотрит вашу трансляцию. Спасибо вам, уважаемый, что теперь я могу спокойно смотреть хоккей. А если серьезно, эта игра не стоит трансляции по ней. До Valkyria Chronicles ей так же далеко, как Angry Birds до Aviacimov. Ах, ну, спасибо за спасибо, конечно. Не, ну, человек зритель в корень. Да. Я совершенно согласен. Герой или хоккей. Ну, окей, окей. Интересный выбор. А что сейчас? Чемпионат мира или что вообще происходит? Я от спорта далек. Так же, как мы сейчас. Я видел, что наши там выигрывали у словаков по телевизору. Ну, что это, собственно, было, я не очень понял. Ты по телевизору это слышал? Вау. Не слышал, а видел. Нет, в смысле, что вообще кто-то еще что-то знает из телевизора. У нас телевизор постоянно в столовке работает, если что. Ну, блин, не, я его не смотрю. Да. Защищаемся. Да. Сварад говорит, хотели бы вы ремейк третьих героев на современном движке? Скоро игре 15 лет исполнится. Блин. Я бы хотел третьих героев на iPad, на самом деле. Да, вот это... Вторые герои на iPad уже есть, а вот третьих... Причем, ну, технических никаких препятствий к этому нет совершенно. Но есть, конечно, компания Ubisoft, которая держит все права и ничего, никаких ремейков и так далее делать не собирается, потому что она устроила тотальную перезагрузку сериалу, придумывала свой этот дурацкий мир Асхан. Асхан, да, и сейчас возвращаться как бы к истокам, это было бы не очень как-то этично или правильно. Вот, и, соответственно, да, никак не заинтересована в развитии старых частей и старых серий. Сейчас, смотри, мы его обманем. Ля-ля-ля! На! Так вот, а, я опять хожу. Ты, слушай, ты глянь. Вот, кстати, вот очень быстро еще армия. Вопросы об особенностях. Ты про инициативу? То есть, что... Что, да, ну, да, ну... Разведчик три раза подряд походил. Да. Ну, эти стоят дурики, вообще ничего сделать, не надо. Ура! Так вот, о чем я рассказывал. Поэтому надеяться на это не стоит. Вот, но на том же iPad есть, кстати, и вторые герои нелегальные. И еще есть Spawn Heroes, две части. То есть, тоже такой клон героев с КПК перенесенный. Ну, что, попробуем на арбалетчиков? А есть ли другой выбор? Корона Всевидящего. Ну, вот еще элементарий есть. Ну, блин, они же рейнджи. Тебе же не нравятся рейнджи. Ну, они не рейнджи, они один раз бьют, а потом идут в лобовую, типа. Ну, ладно, давай посмотрим, что там дальше на карте. Ты кристаллы собрали или мы уже собили на это? Ну, я кристаллы собираю, все-таки есть. Понятно. Ну, вот здесь, кстати, арбалетчики охраняют кристаллы как раз-таки. А, ну, отлично. Ну, ладно, давай сюда пройдем. И посмотрим, что... К чему нас это привезет? Ну, вот опять какие-то уроды. Товарищ пользователь Крамблер рекламирует сторонние сервисы на нашей трансляции. О, как! Забаните? Да, хоть кому-то наша трансляция нужна. Вот прям хорошо, а? Забань его! Ай, вознес он Банхаммер головой грешникам. Конечно, что это такое? Так. Да. У нас продолжается война. Проходим мы первую миссию компании. Если кто пропустил начало трансляции, вот здесь вот тентакли на заднем плане, совершенно чудовищного вида. Причем, заметь, мы так вообще неспешно это делаем. Ну, герои, герои это всегда была неспешная игра, за что я их ценю. Серьезно, там, с чекком... Присел, да, да, и раз, и 7 часов там как-то не бывало там. Ну, так помню, как-то с другом на Новый год сели, взяли коньячка, закуски и в хатсид, в третью часть. Причем, как раз компания Бука тогда под Новый год, я причем не помню, какой это был Новый год, ну, давно, лет 10 назад, если не больше, выпустила платиновое издание героев, куда входили все части с первой по пятую, или с первой... А, нет, подожди, тогда еще это было с первой по четвертой, пятой, тогда еще... Это потом другой еще какой-то был ультра... Ультра ультимейт гол, ультимейт эдишн, да. Вот, и там уже были еще и пятые со всеми аддонами, а у меня была с первой по четвертую, со всеми дополнениями. Вот, и вот мы с ним отлично вообще угорели. Как ни странно, если герои, это серьезно такая пати для пьяных вечеринок игра, когда ты пьешь там с кем-нибудь, с таким же понимающим, не хуже этого вашего гитархируя. Тут снова волки позорные. Волки, да, да. Артем Юрьевич, игра-то, в общем-то, так неплохая, просто она немного не такая, какой она могла бы быть. Это кто там тебя так утешает? Нет, просто Артем Юрьевич спрашивает, почему игра такая плохая? Просто раз уж вопросов нормальных нет, я думаю, все. Я думаю, к тебе по имени-общества возвращаются. Блин, нет. Боятся бана. Друзья, не бойтесь, Артем, добрый пушист на себя вообще. Ми-ми-ми. Только когда разве что не выспится с утра. А что говорят? Слушай, тут еще нам напоминает про еще одну классную стратегическую серию Disciples, которую лично я очень сильно люблю и уважаю за такой готишный, нордический стиль. И вот третья часть. Тебе ведь не понравилось? Нет, абсолютно. Вот. Мне то же самое. И вот нас спрашивают, как ты думаешь вообще, есть ли надежда на возрождение нормальной такой серии? Слушайте, права на серию сейчас принадлежат вообще не пойми кому. Потому что раньше это была Strategy First, отвратительная немецкая компания, которая захапывала кучу брендов, все их просрало, извините за выражение, в том числе Jagged Alliance. Вот. То есть последним ее связанным с Disciples деянием был выпуск... Нет, подожди. Короче, смотри, они точно успели выпустить Jagged Alliance для DS, в общем, первый. Причем на двух экранах, кстати, он очень классно играется, друзья. Если у кого-то есть Nintendo DS, я рекомендую. Так вот. И вот они хотели еще Disciples на DS выпустить, но я даже помню скриншоты на Генспрессе, видимо. Вот. Ну вот, честно говоря, не знаю, доделывание проекта до конца или нет. Кому сейчас принадлежат права, я даже, честно говоря, не знаю. Быть может, все той же Bitcomposer, которая... Ну, это, скорее всего, да, Bitcomposer, бывший Джоут. Да, да, да. На самом деле, на немецком игровом рынке тоже творится полная чертовщина. Не лучше, чем на российском в свои времена, когда была там куча разных компаний, которые меняли название периодически. Да. Итак. Продолжаем уничтожение. Мне очень нравится, что в стелсе на атаку не отвечают. Опять ходят. У нас вообще. И ты такой пляшешь вокруг. Ну, он теперь ответит на удар, к сожалению. Надеюсь, никого не убьет. Ай, блин бы там. Требуется подкрепление. Тебе вот, ну, не знаю, мне показалось, что визуальный стиль у пятых и шестых героев, он довольно-таки, ну, во многом схож. Но, честно говоря, мне дизайн существ и вообще мира больше понравился в пятый. Вот тебе как? Слушай, ну, смотри, он схож, да. То есть, там, что касается, там, дизайна, в целом раз. Но, в пятых, он был, ну, все-таки, знаешь, такой более какой-то мультяшный, более яркий. Да, ну, даже не то, что гротеск, но реально более яркий. Потому что вот эта вот готика, знаешь, вот эта эмоэстетика в шестой части, это одна из вещей, которые меня, опять же, раздражают в шестой части, ну, реально. Третья, ой, не третья, а пятая была все-таки более симпатичная. Ну, что, на арбалетчиков полезем. Ну, куда же деваться? Ну, сказали, кристаллы собирать, соберем, что делать. Алиментарий не хочу эту землю там браться. Ну, понятно. Они там что-то охраняют, какой-то артефактик, конечно. Да, короны все еще. Ну, я так всю армию нафиг потеряю, а там мне еще, вон, смотри, с кем биться надо. С кавалеристами опять. Может, там у тебя алтарь даст. О, е-е-е-е, они убегают! Трусы! Мерзкие трусы! Так, слушай, почитай еще раз задание, то... А, что, где? Как? Не знаю. Как это сделать? Там, по-моему, там... Шеи, блин. Ох, ох, этот интерфейс. Сражаемся с... А вот здесь книжечка есть. Нет. Это книга заклинаний. Я не знаю, где посмотреть задание. А, вот это... А, вот, да. Прах. Тут Хиани. Выбраться. Нет, это у Мейнквест. Какого-то ангела захватить в плен. Ой, смотри, я золото не собрал. Ну, пойдем все-таки замочим элементарий, ладно. Мало ли, может быть... Ну, у нас есть автосейф, если что. Так, плюс еще скорость. На спидах вообще несемся, ангелов лейти. Иди сюда. Блин, а... Как я это не люблю, как я это не люблю, как я это не люблю. На! Луч! Блин. Что это они такое делают? Я даже не понимаю. На! Так, один умер, хорошо. Ну, почему опять он не ходит? Ну, что это такое? Так, ослабил вот этих. А, вот так тебе. На! Бэкстейл вообще. Убил. Убил и слил. Так, надо прятать чувачков, кстати. Блин. Блин. Отлично. Пока что стреляем по этим парням. Нет! На тебе, щупательный поморец. Бэхолдеры. А вот так не хочешь? Нет. На! Я не в курсе, а здесь есть... Кто? Да. Ну, в общем, здесь можно собирать сеты. Да, можно. Да. Вот еще, вот как прочитать, знаешь, вот к вопросу о дизайне нормально. Я получил ачивку. За что? Да. А, вот. Понятно. Все, не надо больше объяснить. Смотри. 2000 урона я, между прочим, нанес. Это ты с кем-то? Героем ударил. Вот, пожалуйста. Вот сетовый набор. Данес обзора. Опыт. О, опыт повышает. Класс. Ачивки только летят вообще. Ты посмотри, ты посмотри, что делается. Ну, пойдем коняшек замочим. Сейчас посмотрим, что там с артефактами. Наделал на голову шляпу или нет. Вот так. Александр, почему именно вам дают транслировать самые плохие игры? Вы в чем-то провинились перед редакцией? Ну, на самом деле, я другим это объясню. Никто, кроме меня, не хочет играть. Обычно. Там, кто, если не Саша? Как-то так повелось, да, что все PC-релизы приходится играть и проходить мне. Ну, и, соответственно, трансляции вести тоже. Как вы понимаете. То есть, ну, вы не посчитаете, что мы здесь Сашу как-то гнобим или наказываем? Я отыгрываюсь на Артеме. Да, да. Видите, вот я здесь вообще присутствую. Только чтобы вот он... В общем, говно стекает сверху вниз, когда вот Саша заставляет транслировать что-нибудь такое, ну, скажем так, не очень популярное. Здесь кто я тут, как тут. Да, да, друзья, вот такие у нас порядки. А вы думали, блин, работать в игровой журналистике это сахар один? Только про Биошоки писать? Да, нет. А вот нет. Так, а дальше уродки-то ходят как раз таки. Ну, блин, ну, сейчас он меня ударит, конечно. Хотели бы вы еще раз провести трансляцию по Aliens Colonial Marines? Блин. Нет, друзья, спасибо. Да, я просто вспоминаю закулисные комментарии Саши после этой трансляции, так что нет. Вспоминаю, да, ту самую трансляцию. Дополнение к Героям 6, это далеко не самый плохой вариант, друзья. Блин, а, ну ты видел, а? Сразу двух бейхолдер. Да хватит уже, да? Что ты бегаешь? Урод. Заведенный лошад. Ужас какой-то. Я когда-нибудь получу уровень, почему так мало экспы? Ой, я очень доволен. No pain, no gain. Очень недоволен дизайном игры. Куда я вообще иду? Где там этот алтарь несчастный? Я хочу хотя бы одну миссию закончить сегодня. Реликварий близко, чтобы... Реликварий близко. Спасибо. Сказал тебе на север, цитадели цивер. Ух ты. В общем, они красненькие. Видимо, твоя армия исхудала или их там очень слишком много? Так, вот мы боевой дух повысили. Дракончики. Ой, мы видим, дракончики. Что-то да, здесь уже все красные. Сфера конфлюкса. Кстати, вот эта дурная такая штука еще в шестой части появилась. Типа, как в Dark Souls, можно вот в этих точках оставлять послания другим игрокам. То есть, когда другой игрок, ну, если он подключен к этому конфлюксу, такой встроенный в соцсети. То есть, сервис внутри сервиса. Вот, да. И он играет, и здесь у него могут быть послания от других игроков. Там, типа, какой-то совет. Ну, обычно, естественно, там какие-нибудь внутриги написаны. Учитывая, там, уровень развития в целом игроков. Что удивительно. Ну, что, Грифонов? Я думаю, если ты сейчас на Грифонов нападешь, то это будет конец нашей трансляции. Понимаешь, а мне все равно вот сюда нужно к Ловчим, чтобы они ко мне присоединились. А ты разве не можешь как-нибудь обойти? Непонятно. Там тоже какие-то уроды. Не, а вот, в смысле, вот как-нибудь так, аккуратненько, крадущийся. Да. А, да, слушай, я, правда, могу не нападать. Ну, я вернусь еще к вам, вы не думаете. Сказал Саша, просто грозя. Вот, кстати, вот, о чем я говорил, смотри. То есть, вот, пожалуйста. В границ сложном уровне пока все норм. Рады за тебя, котки. Да, да, прибудет, друзья, с вами темная сторона силы. Это самый высокооцененный комментарий. Что написал Дарк Мессай. Что говорит, как... А, вот смотри, вот, действительно совет написали. Берите из скиллов тактику и регенерацию. Инвиз рулит против стрелков. Ну, Инвиз действительно рулит, друзья. Подпишусь под этим советом. Звездочку поставлю. Релли флаг мы взяли тем временем. Так, нужно найти третий отряд ловчих еще, кстати. А, это вот тот ангел, которого... А, вот тот самый ангел, да. Только я пока что не смогу его... Да, 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 не надо. Я пока что не смогу его избить. Александр, вы прошли стартрек? Я полагаю, что нет. Ну, то есть, ваше знакомство с игрой там... Хорошая шутка, друзья, но нет. Понимаете, трансляции – это такое время, когда мы, игровые журналисты, получаем возможность знакомиться с играми, в которые ни за что бы не сели в свободное время. Это волшебно просто. Горькая правда, да, заключается в этом. Блин, смотри, тут улучшенные сволочи. На тебя! Агония! Корчься в агонии! Тварь! Такая вот у нас сегодня, друзья, веселая трансляция. О, смотри, у нас высокая мораль. И мы ходим еще раз. Очень коммунистическая игра, высокоморальная. У нас бойцы. Да, за Сталина. За Ленина. Так, а мы вот сделаем вот так. На! О, посмотрите, как хорошо. Так показывают криты или просто... Криты, критины. Слушай, помнишь, мы в прошлый раз, когда играли, были еще Минотавры? Да. Какая у них фишка, напомню? То, что они атакуют первыми всегда. А, то есть, когда даже на них нападают. Да, и кто-то хочет ударить, они сначала бьют, а только потом бьют их. Какие классные. Это очень круто. На! А, мы снова ходим. Класс. На еще. Вот опять критинги. Есть ли в шестых героев отсылки и фан-сервис от предыдущих игр? Я, честно говоря, не видел ни одной. Как я уже говорил, это все происходит во вселенной пятой части, в мире Асхан. То есть, это другая история, другой мир. Вот, да, поэтому никаких тут эстерегов, в общем-то, особо и нет. Друзья. Surfing Birds спрашивает Сашу, нашего эксперта по стратегическим играм, чего ты ждешь от ROM 2 и будешь ли ты ее проходить? Я буду ее просто дичайше, друзья, проходить, как и все Total War'ы до этого. Звук — это моя любимая стратегическая серия. А вот вообще-вообще? Да. Блин. Я считаю, это лучше, как бы, что, как я, знаешь, неоднократно уже говорил. И вот недавно разработчики, кстати, просили нас прислать наши впечатления об их студии и об серии Total War. Я не очень понял, зачем это нужно было. Может, они тех, кто больше всех расхвалит, позовут там на E3 на какую-нибудь секретную презентацию. Ну, посмотрим. И я там написал вот свое четкое мнение, что Total War'ы одна из очень немногих, вот реально немногих причин держать игровой PC, там, знаешь, в проопгрейдженном состоянии, а не так, как там сейчас хватает, да, на пятилетнего какого-нибудь компьютера для большинства релизов. А вот смотри, Спуск к Подземелья опять похожи, да? Алтарь матери-земли. Хиппи, come get a job. Блин, опять арбалетчики. Я ненавижу арбалетчиков. Так. Вот я очень поэтому жду игру, очень интересно посмотреть, что же там сделают. Очень хочу на E3 ее посмотреть. Ну, скорее всего, у нас это получится. Дождя, что это? Подземные врата. А почему я не могу туда войти? А вот так вот. А? И? Писали про разные баги. Может, это один из них? Думаешь? Ну, давай волков тогда замочим. Мне вот на самом деле не нравится, что, блин, уже их семь. Ну, войск у меня все меньше и меньше становится. Блин. Ну, давай попробуем, ладно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой-яй-яй. Вот, Рим, да, очень хочется посмотреть, что они сделали. Вообще, вот я там долго думал, у них был вопрос в этом письме от Creative Assembly. Какая у вас любимая часть? Я долго думал и все-таки назвал Рим. Потому что это был первый трехмерный Total War. Очень разнообразный, очень классный. То есть, по большому счету, все то, что дальше там происходило, да, Medieval 2, Empire, это уже были такие надстройки именно над ROM. Ну, потому что я не беру в расчет там спрайтовую еще версию, а именно то, что... Они ведь еще по фэнтезийному в Вархаммеру сейчас делают что-то, да? Да. Возможно, на E3 они тоже это покажут, на самом деле. Очень надеюсь. Будет очень здорово. Так вот, вот Рим у меня любимая часть, действительно, и вторую я очень жду. Очень сильно. Это лучшая заочная стратегия в этом году. К сожалению, да, при отсутствии конкуренции это несложно. Да. Starcraft 2 я в расчет не понимаю, поскольку это снаряд для корейцев, а не стратегия. Так, на упреждение. Блин, я хочу уровень, ну, пожалуйста. О, 4 единички к удаче, кстати. Что здорово. У меня криты сейчас вообще посыпятся, посыпятся. У тебя уровень буквально через один бой, по-моему. Да, блин, ну, где, с кем бы подраться-то? Еще. Арбалетчики, понимаешь, я не хочу? Много. Арбалетчики, они меня побьют, накидка защиты, но нам не нужна. Блин, ну, короче, давай грамотно, короче, сейчас с инвизом на них нападем. Может, они сбегут? Нет? Да. Нет, не захотели. Ай-яй-яй. О, они в один стак. Может быть, тогда... Хотя... Погоди, погоди, погоди. На! Может, перевести в режим защиты вот... У меня еще не накопилось это... Как его? Мина невидимости еще не включилась. Нужно же урон наносить, чтобы она включилась. Блин, одну убили. Ну, ладно, у меня их много, это не страшно. Так, 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 получаем. Ну, ладно, на самом деле, я сейчас их замочу. Вот так. Кстати, как вам результаты, мисс геймер? Ведь победительница связана с игрой, что вы показываете. Ой, мы совсем, да, забыли об этом сказать. На самом деле, хотели сегодня вновь позвать эту чудесную девушку... Леру. В которую влюбился Артем, да. Ну, раз. Хотел уже ехать... Не говори лишнего. Ехать, жениться. Ура! Наконец-то уровень. Друзья, мы потеряли двух бойцов, но зато у нас есть уровень. Сейчас мы выучим массовую агонию. Очень замечательное заклинание. Да, и она как раз-таки победила в мисс геймер, с чем мы ее поздравляем. На самом деле, сложно судить о том, ну, в смысле, насчет наших симпатий, там, правильно ли ее записали в победители или нет. Но, так как я был только на одной трансляции по мисс геймер, я считаю, что все нормально. То есть, девочка, которая увлекается видеоиграми... Хорошем одобряет. Да, все... Approved. Здесь вообще эксперт по трансляциям с девушками как раз Саша. Так что ему, наверное, этот вопрос... Давай, не надо грязи. Нет, 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 ну, камон, у тебя как-то больше всего было трансляций с... Слушай, больше всего трансляций, ну, вот я не понимаю, что делать-то. Потому что я не могу спуститься в подземелье, а здесь уже кончаются враги. А уровень так и не получил? Нет, уровень-то я получил, но у меня как она была, невозможная. Блин. Победить так и остается, как бы... Так, открой еще раз задание. Может быть, там про алтарь чем-то. Там нужно найти этих... Три отряда. Я пока нашел только два. Ну и нужно убить ангела, понятное дело. Так. Получить для героя... 15 кристаллов драконьей крови. А где они еще? Вот-вот. А, вот, чтобы призвать вестовщиков. Вот этот, я думаю, будет хорошим пополнением для армии. Это вот помнишь там гарнизон, вот как раз, куда мы хотели? А где кристаллы-то еще? Да, действительно. Их нужно... Вроде все собрал. Слушай, а в подземлю нельзя спуститься? Попробуй еще немного. Арену я не могу. Короче, ладно, давай попробуем. Вот смотри, вот... А, вот как сюда попасть? Там, смотри, портал. Может быть, мы что-то пропускаем? А, вот может вход. Это не портал, это прибавка к магической силе. Атаковать. Ладно, сейчас пока что я сражаюсь с грифонами. Сычек мочит. Почитай там, что ли, что нам пишут. Фиолетовое пламя не дает пройти, его надо отключить. Так. Да-да-да, спасибо, конечно, за подсказку. За гениальный, да, комментарий. Но как это сделать? Так, ты куда летишь-то, а? Ты куда летишь-то? Подожди, это он, смотри, он спрятался за пеньком, типа, и у него защита от стрел. Это что за новости еще такие? Я такого что-то не припомню, кстати. Ну ладно. Не надо. Ой-ой-ой, блин, он подлетел. Блин, сейчас как... Хремонет. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. На кого-то он прилетит, мне интересно. Ну я так... Да, конечно, конечно. Давай, валяй. Слышно? Блин, ну что вы в глаза в таком подстаете? Урод. Так, тут, кажется, собираются копаться в душах и закулисных драмах. Спрашивают тебя, Саш, кто, по-твоему мнению, виноват в развале журнала и сними игры. Врен или экономика. Врен или экономика? Да, отличная формулировка, по-моему. Может, такой козни Врена вообще страшные. Я так и представляю. Так, ну что, прячем наших чуваков. Друзья, на самом деле, если в двух словах прям, пусть ты смотри, 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 как он закрутился, а? Вот будешь знать, как лезть моим глазастиком, то да, экономика, журнал перестал наносит деньги, надежды на исправление ситуации было мало. Вот, и издательство GameLand решило, что одного журнала по компьютерным играм в текущей конъюнктуре и с текущим количеством рекламодателей игровых, в общем-то, достаточно. Это если вкратце. Так, ну что. Ну вот и как его отключать? Давай, сейчас я вот этих победю, конечно. Я очень надеюсь, что... Может, там вот эта штука его отключает как-то. Давай посмотрим. Бьем. Уже начинает надоедать, честно говоря. Ну да, первая миссия с тремя типами юнитов. Ну с компаниями, да, всегда так. Мне это всегда, конечно, не нравилось. Что-то одни тяжелые враги. Все одно и то же. Получи-ка. Вот так. Сейчас ты снова получишь. Ах, сюткин просто. Да, да. Снова мы уходим в тень. Смотри, мастерские такие. Опа. А, не ждали, не ждали. Так, это умерло. Почему она босиком вообще? Девушки, вы в бой собрались? И напал на скарат вообще? Что это? В общем, все умерли. Кто там советовал, что фиолетовое пламя нужно выключить? Как это сделать? Господин Урбанус советовал. Да, но он после этого исчез, да? Я так понимаю. Да. Просто, знаешь, так создал просто такой таинственный. Ворвался на землю. Да. Вбросил. Класс. У тебя кристаллов по-прежнему всего 12. Да. По-прежнему 12 кристаллов. Как исключить это пламя, я не знаю. Алтарь матери земли. Ты его посещал? Да, я его посещал. Он просто прибавляет здоровье юнитам. Так. Это что? Кузьмин Гроник. Друзья, если кто-то знает, что тут нужно делать, то пожалуйста. Да, у нас сейчас. Пожалуйста, помогите. Так. Бла-бла-бла-бла-бла. Уже лещанки. Понятно. Это мы без вас уже поняли. Форт Альянс. Вот. Их я победить не могу. Пламя выключить я не могу тоже. Ох. Да, друзья, мы, кажется, зашли в тупик. Ну, я сейчас пока еще полажаю. По карте, конечно. Здесь мы были, да? Ну, мы отсюда, собственно, вылезли. Литарь. Ну, чего. Арена я пройти не смогу. Подожди, подожди. Можешь навести еще раз на тот с фиолетовым пламенем выход. Да. Браво кнопка мыши там, нет? Вход. Блин, это все тоже вход. Блин. Ну, еще там, он неактивный. Там. Блин. Мы в тупике. Дмитрий, ты бросил мне в лицо латную рукавицу. Это ту, Брутус. Ну, там свои какие-то драмы, что ли? Да, да. Просто, понимаешь, Валерию... Валерия понравилась не только мне. А-а-а. Да, все. Ух ты, друзья. На рассвете они встретились с дуэльными пистолетами. Да. Или ты предпочитаешь шпаги. Блин, я не знаю. Надо еще решить. В общем, Урбанус нам советует... Попробуйте победить ангела, я не знаю. Так что я записываю этот комментарий в разряд предположений. Трололот, ну давай попробуем. Раз советую. С черепком просто. Типа у вас нет штанта. А, ну, кстати, вообще армия у нее не такая уж большая. Прямо скажем. Зачем мне пишут тогда череп? Рисуют, вернее. Или может, это рисует, когда ты противоречиваешься. Ой, она в форте. Да. Ну, хотя у меня в стрелке. А, у тебя дракон? Типа, он кидает, типа, как место баллисты. Вот это что? Ты меня пугаешь, да. У меня так тапуты просто. Все, окей. Так, мы защищаемся. И убиваем нафиг арбалетчиков. Арбалетчики должны умереть. Так, ты что делаешь, тварюга? Что она сейчас делает? Ничего не понятно. Они бегут прямо на меня, о боже. Он хочет на нас напасть. Вы что? Так, у тебя, значит, вот этих два арбалетчика будут... Ага, они уже ничего не будут. Умечательно. Ну, собственно, теперь просто улди, пока к тебе будут выходить постепенно. И никому. Что они не будут делать? Так, мы снова прячемся в стелс. Снова убиваем. Кого? Ну, этих парней. Веселых. Веселых парней не убиваем. Видимо, это какой-то баг все-таки, что показывает череп, потому что, ну, пока что ничего прям дико страшного я, прям, скажем, не вижу. Так, ну, чего там у этих? Ну, давай этих вбивай. Ответит удар. Ну, ладно. Мы это стерпим. Так, ну, как вы видите. Так, на. Входим в стелс. Просто просто тут напряженная борьба, друзья. Раунд счет. На самом деле, кажется, гораздо более напряженной тому, кто сейчас играет, чем тому, кто просто смотрит. Так, что мы понимаем, если вы сейчас немножечко заскочили. Ну, спасибо, Артем. Нет, но это всегда так. Что на тебя нельзя положиться. Нет. Когда играешь просто в подобные игры, у тебя вся драма, это внутри. А кто-то смотрит, как ты кликаешь и долбишь юнитов в стиферках. Интересно, миссия закончится, когда ты сам. Есть только один способ узнать. Ну, да, действительно. Мы что, добиваем. У них там в городе, блин, хорошо ухоженные такие вот сады. Что происходит? Почему я не могу видеть? Она неуязвима, наверное. На нее наложил какой-то щит, что ли? Может быть. Антимагия. А вот так вот не хочешь? Блин, я и забыл, что у меня огонь не ждет. Так, а что за новости такие? Вот так вот. Так. Попробую пропустить ход. Может быть, все нормально будет. Я очень надеюсь, что это не баг. Так, а еще герой-то херачик. Герой-то херачик. Да. Вот. Все делаешь. Так, ты на. Умри. Умри. А вот опять щит какой-то наложил. Да. Вот подлюка, а. Ну-ка. А, нет. Не наложилось. Что мы наложили стоять? Ну, что, все сделано, а? Да. Так. Назад. Назад эльфы. Ей. Так. Тут напряженный диалог, друзья. Ну, я думаю, что вам очень плохо его видно. Поможешь добраться куда? Слугам и ласы. О, уж свой обед. Как мне нравится диалоги в фэнтезийных играх. Просто замечательный. Вот. Наконец-то дом хоть появился, а? Мама. Мама. Ну, это не дом, это на самом деле форт. В нем можно только оставлять эти самые. А. Какого? Войска строить, чем нельзя. Так, и чего? А, теперь у нас открылся видитель портал. Блин, Урбанус, спасибо. Только я потерял почти всю армию. Должен быть очень осторожен. За мной идут войска, Артем. За вами уже выехали. Я никого не могу терпеть. Так, я вижу один кристалл. Нам еще нужно два. Спасибо, Артем. Что бы я без тебя делал? Всегда, пожалуйста, Сажа. Да, только я провофлил, короче, всю армию с этим ангелом. Тварь, 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 а? Столк глаза, что ли? Столк глаза. Ну, вот, я дошел до этого тентакля. А, ты уверен? А, точно, это там. Ну, вот, я до него добрался, и что? Гениально. Ладно. Ну, в общем, это опять из разряда, типа, читайте задания, чтобы не было потом таких ситуаций. Ну, чего, я вообще не могу победить никого теперь. Главное не победа, главное участие. Так хорошо все шло, ну, была армия. Вот, вот как у меня на них напасть, смертельное. Уроды. Вот еще кристаллик. Еще один, будет. Ну, давай искать ничейный. Да, может, ничейный лучше? Ну, а что, я не могу ни на кого напасть. У тебя огрызки одни остались. Да. Очень плохо. Дмитрий Саликов говорит, что шестая часть действительно самая заблудована. Все, они драконы пробуждаются, они восстают из многолетнего сна. Окей, спасибо. Пропавший легион минотавров. Ну, понятно, короче, что мы собираем армию. Саш, вопрос. Мы просто, не знаю, на миллион долларов. Что лучше, Star Trek или Aliens Colonial Marines? Star Trek, друзья, ну, мы это обсуждали на самом деле в трансляции еще в нашей. Star Trek игра плохая, но не ужасная. Отнюдь не ужасная. Просто плохая, никому не нужная, в том числе разработчикам, игра по фильмам. Вот и все. Так как Aliens это реально преступление против игроков, против фанатов чужих и против всех. Поэтому сравнивать их реально. Вот куда сейчас идти? Что тут происходит? Ты вроде бы ищешь кристаллы. Да. Все охраняется. Я вообще ничего не могу сделать. Ну, давай по кругу пройдем. Ваши герои остаются. Да не остается мне ничего. Как вы, пусть ты говорите. Алтарь магического разрушения. Элементал. Так, там еще один выход на поверхность. Элементаль. Агония, артефакт. Где? А, тут я не могу выйти на поверхность. Потому что его охраняют. Давай выполним хоть какое-нибудь задание до конца трансляции. Артем, мне бы твоя уверенность. Конюшня. Вот, конюшня лучше сойти. Так, но остается только туда идти тогда. Окей. А могу прокачаться здесь, если бы у меня армия была. Ладно, пойдем. Видимо, надо как-то более аккуратно играть, чтобы к моменту, когда ты здесь окажешься, у тебя все-таки была еще армия, а не вот эти жалкие адрески. Вы уже посещали такую постройку. Спасибо. Спасибо, Кэт. Да. Так, вот мы на поверхности, Артем, ты не поверишь. Это безмерно радует, Александр. Так. Вот именно Тавра. Ой, можно с ними поговорить, ты глянь, ты глянь. Давай, ты их сейчас убедишь. Вавкач, давай ко мне. Ваше племя. Нас бросили. Бросили? Чувак, я не хотел, это не я. У меня здесь есть пять Аминотавров теперь. Кто же мне Легион? Дураки, шутите? Врата Духов. Ну вот он сюда тебя портирует. Давай, давай. И я вернусь сейчас и всех просто так победю. Между тем, нам тут напоминают, что Алиэнс, несмотря на свое оморозительное качество, продалась тиражом более одного миллиона. В принципе, это неудивительно. Идиотов хватает. Ну, да. Если все своими именами называть. Как бы это... Ну, в том, сколько артефактов-то. Мадалка чего продается, товарищи. Так, 16 тысяч, кстати, между прочим, есть. То есть, что мы можем сейчас с тобой неплохо закупиться. Жерель из Копклов Дракона. Плюс 4 магическая сила. Плюс 2 к лидерству. Ноги. Плюс 1 ко всем характеристикам. Ноги. Ну, кстати, это нормально еще. Погоди, а у меня-то какие? Плюс 2 к дальности передвижения по суще. Ага. Блин, ну это тоже, кстати, хорошо. Я думаю, что я так насчет. Ну, что-нибудь в пустой слот лучше воткни. То есть что? Пустой слот. А что у нас свободно-то, кстати? Вот эти куда надеваются? Действительно. Ну, что, сапоги или... Как думаешь? Или наплечники? Нет, или вот эти штуки. Плюс 1 ко всем характеристикам. Шандалии святого. Так, артефакт. Вот, кстати говоря, об отсылках. С третьим героем. В третьих героях, да, был точно такой же штука. А он вроде бы полет давал или что? Нет, он давал как раз-таки плюс 1 ко всем. Там был сет характеристик, которые давали разное количество бонусов к... Ну, ты понял. Теперь небольшая везде опасность. Ну, давай что ли попробуем этот самый кристалл добыть. Да, один. Сколько на последний осталось? Один, все. Давай попробуем. Были такие артефакты. Там был еще... Ну, короче, они собирались в сет. Причем какой-то просто невероятно огромной силы, дававшей просто кучу всего. А вот, кстати, вот кристальчики сейчас. Вот здесь-то мы их стеблим сейчас. Ребят, про 21 мая спрашивать как-то даже и неприлично. Про дизбокс что-то спрашивают? Ну, друзья, у нас будет... Да, типа что, Microsoft покажет 21 мая. Ну, не знаю прям. Будем переводить мы в прямом эфире. Ждите. Мы сами ждем. Да. Смотрим. Было будет очень-очень интересно сравнить с презентацией Sony, потому что как-никак там сколько у них там, 2-3 месяца, что ли, их разделяло? Вот эти вот две презентации Sony и Microsoft. Ну, довольно давно уже. И вот как это вообще? Что? Кто-то умер опять. Да, конечно. Ну, Минотавра убили. С получи. С получи. Они убили Минотавра. А вот так не хочешь ли? Нет, не сдох. Ах, рюля-то. А вот еще раз не хочешь? Блин, не потерял одного. Ну, давай посмотрим, что нам даст этот кристалл наконец-то. Ах, надо призывать. А, вот. И нужно вернуться к этому глазу. На лапу дать. Сюда, да? Да, сюда. Пойдем посмотрим. Такая забавная механика. Полу вообще какая-то, не знаю. Квестовая. Ну, кстати, в героях они всегда этим отличались. Вау, 25 глаз? Да. Нормально. Да. Вот теперь у нас стало сразу резко. Да. Низкая опасность везде. Ну, что, я думаю, что на этом мы будем что-нибудь закупляться, потому что долго тут можно. Да. У меня еще осталось два задания, еще основное задание. В общем, какого-то портала. Да, я сейчас это все сохраню, вот продолжу еще играть. Вот, буду писать рецензию. Увы, увы и ах, хотя у меня еще и аддор не написан. Я не знаю, когда я все это успею. Вот такое вот, в общем, дополнение. Если вам нравились шестые герои, то дополнение неплохое вполне. Ну, и к тому же оно не требует оригинальной игры, кстати говоря. Можно просто его купить отдельно. Стоит оно не очень дорого, там, рублей 300 или 400 в стиме, по крайней мере. Так что, если вам понравилось сегодня увиденное, покупайте, играйте, проходите. Но и аддор лучше. Сразу скажу. Я как гвоздь просто забил. Да, лучше купить и аддор, если вы соскучились по пошагам стратегиям. А если у вас есть iPhone или iPad, то обязательно скачайте игру от Сида Мэйера новую под названием Ace Patrol. Вот это пошаговая стратегия про самолеты Первой мировой. Мы будем по ней делать трансляцию на этой неделе. В пятницу, насколько я помню, наше расписание. Так что не пропустите. Друзья, с вами сегодня были Артем Камалятов. Это который вот этот. Вот этот вот зануда и нытик. И другой зануда и нытик, Александр Трифонов. Да, всем пока. Смотрите нас, слушайте нас, играйте в хорошие игры. Всем счастливо. Пока.